Все очень позитивно относятся к русским Ну удивление что-то Очень пугали все о том, что японцы Да ужасы закрыты Может я выйду замуж за японцы Но я главный фонатка суда, мне кажется Я думаю, что это очень тоничная Она стоит у того, чтобы приехать сюда Привет, всем привет Ашия Сегодня мы вместе с Россией Я хочу интервью с Росианом Я хочу интервью Я хочу интервью Сколько вы можете сделать это? Мне зовут Екатерина Я приехал из Москвы Я приехал из Москвы Я приехал из Москвы Ты сколько лет? Я 23 лет И еще один? Я Сава Я приехал из Москвы Я приехал из Москвы Но я учился Я учился Я учился Я учился Пиарсы Какая-то Вы身長? Вы очень высокая Вы身長 Я по 177 см Я по 177 см Я по-другому Я по-другому Я по-другому В мире Да 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 Я хочу рассказать вам Сегодня мы pops up И я расскажу вам Всем привет Почему я приехал из Москвы? Когда пришли? 3月 3月 Теперь мы уже 4 месяца До встречи 4 месяца А вот 4 месяца Да Вы впервые все Привет Впервые Да Я впервые Ну Я очень долго хотела в эту страну И как раз-таки из-за коронавируса я не могла сюда попасть Здесь много детей, я этому очень рада, я об этом скажу В принципе, только положительные впечатления, никаких культурных шоков у меня не случалось Не знаю, связано ли это с тем, что я знакома была с этой страной до этого Оно стоило того, чтобы приехать сюда Еще, еще, еще Мы из-за того, что учим японский, мы заочно были знакомы со страной И поэтому, когда мы приехали, это вот как будто вот все, что ты видел на картинке Оно у тебя теперь перед глазами Этот сон, который, что вот ты учишь этот язык И кажется, что непонятно зачем И вот теперь понятно, зачем ты его учишь Потому что ты приезжаешь, и ты уже не чувствуешь себя как обычный гайджин Ты себя чувствуешь как необычный, как гайджин уровнем повыше Ты можешь общаться с местными И все очень рады тому, что ты знаешь японский Ну и в принципе, Япония сама по себе мне очень понравилась Потому что страна очень многогранная, скажем так И это совсем другая культура, которую узнать было С которой знакомиться, еще, еще, хочется еще, еще, еще И даже вот этих вот 6-5 месяцев, которые у нас отведены на стажировку Их мало для того, чтобы полностью узнать эту страну Есть, когда приезжала в первый раз, приезжала как турист Это было после первого курса сразу же Честно, первое ощущение было, типа, а, аниме не тайна Аниме не тайна Аниме не тайна Вот, после этого приезжала еще через полгода, но уже зимой Было интересно посмотреть на Японию в разных погодных условиях Но сейчас мы уже приехали как югоксэй Поэтому, конечно, разница есть Уже больше чувствуешь какую-то рутину японскую Как бы больше привык к этому И опять же, после всех этих лет обучения Ты, в принципе, представляешь, чем имеешь дело Ты понимаешь, что ты как-то лучше чувствуешь вообще японский Нихон видео, так сказать В Японии есть проблема с того, что Проблема снижения рождаемости Как вы это по-японски говорили? Еще очка мотает И все 5 лет, что я учусь в университете Эта тема не просто каждый год повторялась Мы читали огромное количество статей на эту тему И поэтому, когда я приехала, я ожидала, что я найду двух детей Для все полгода Но как только мы поехали по городу Мы увидели, что везде гуляют дети Везде гуляют многодетные семьи И я такая, так, стоп Может быть, это эпицентр То есть всех детей из Японии свезли в этот район, чтобы запутать иностранца Но куда ни глянь, дети присутствуют Это очень хорошо Возможно, действительно, предпринимаются какие-то попытки повысить рождаемость И это работает Но зачем писать тогда так много статей? Буквально куча статей, куча новостей постоянно о том, что со времен мэйджи Рождаемость на низшем уровне То, что все, скоро половина Японии будет в иностранцах Это уже в НИПОННОЕ НИУС НИУС НИПОННИВНОВЕСТЯ ТОРЖСАМА СТЕСИ ТОРЖСАМА Но я тоже, что я удивляюсь, что у меня все у меня есть друзья Двое, два или три Но в России нет 3 детей Много не есть И у меня есть дети В НИПОНОЕ Я думаю, что у меня есть дети Но почему это значит НИПОННОЕ НИПОНОЕ Японские дети очень милые, часто видят группы, это детский сад, когда их ежедневную прогулку выводят с одинаковыми панамками, рюкзачками, они еще песенки поедут. Мы живем возле небольшого парка, куда обычно выходят гулять из детских садов, и, конечно, эти розовые, голубенькие, зеленые шапочки гуляющие, это очень мило, дети очень милые, и они очень интересно смотрят на иностранцев. Ты не похож на маму и на папу. Я как пьющий, для меня это радостно было, то, что можно купить круглосуточно, потому что в Москве нельзя его покупать после 11, а в регионах вообще после 10, по-моему. И на улице пить нельзя. И на улице пить нельзя, ну, пьют на улице, прячут как-то, его закрывают в пакет и так далее, но в Японии это даже особо не бросилось в глаза, потому что японцы сами себе в менталитету тихие и спокойные, и даже если они пьют на улице, то все равно это как-то очень тихо и камерно происходит, и, ну, не обращаешь на это внимания, и это никак не напрягает. Очень хороший сервис, очень нравится. Не хонфу, но окей. Мне очень нравится, так сказать, ну, пунктуальность японцев в этом плане. То есть то, что поезд никогда не опоздает, ты можешь всегда выстроить свой маршрут и быть уверенным на том, что ты приедешь вот ровно минута в минуту. А если нет, то очень интересна эта система с билетиками, когда по какой-то причине поезд задерживается, например, из-за дико какого-нибудь на путях, то можно же на станции потом получить билетик, который объясняет, что ты опоздал не по своей имени, а потому что... В японии везде можно вкусно поесть, и, да, что вам из японских депо понравилось тогда, расскажите, что самая любимая? Так, ну, я главный фанат кацудона, мне кажется, в этой функции кацудона, нам говорили, единственная порция великовата, поэтому, если я вижу, что где-то есть кацудон мини, то я беру его, потому что, в принципе, все, что с кацудон связано прям. Рамены всех видов, причем даже быстрорастворимые по сравнению с российскими, это тоже просто небо и земля. Кап-рану. Кап-рану. Все, что с кацудон связано тоже я очень люблю, карикатсу, кацудоны, донбери очень понравились. В принципе, японская еда, она, да, немного отличается от европейской и от русской, но это все равно очень-очень вкусно, очень-очень, и самое главное, то, что баранцу гай. В Нихонку много шаперия с видео. Баранцу гай, аджи, но баранцу. Аджи, значит, нету такого. А, эйос? Эйос. Вот, но однако здесь, конечно же, очень вкусная рыба. Я вросла рядом с озером, где мы очень часто ели рыбу. Я могу сказать, что... На Байкале. Да, на Байкале тоже очень много мы ели рыбы, конечно же, но даже если ее сравнивать, здесь вкуснее. Вот, и мне тоже очень понравилось каре. И, наверное, якинику. Я не пробовала якинику раньше. Ну, вот именно так, как готовится оно в Японии, скажем так. Мачу, да. Пила до этого в России, и мне искренне не нравилось, но вот здесь мы сходили на чайную церемонию, и это было намного лучше. Да, да. Да. Да, да. А в России жены что-то? А, нет? А-а, в Кокосаконке на университет его в работе, ни у меня нету. Ну, ты слишком говоришь? Слушай, да. Ну, если, с donde идти и по-английским кормят? Я очень боялась все, что японцы закрыты с ужасом. Прямо потому что будут отстариваться от 여러분. Профессион. Да, где будут обходить страной. На тебя будут смотреть косо. Никто с тобой никогда не заговорит, ты посмотри на себя, ты белый, двухметровый, кудрявый, светлый, вот. Но на самом деле оказалось все намного лучше, и после того, что больше стало приезжать иностранцев, все очень дружелюбные. Если у тебя есть какая-то проблема, ты подойдешь, спросишь, тебе всегда все объяснят. То, что я общаюсь с друзьями японцами, то есть даже если я какие-то ошибки делаю, даже если я туплю, вдруг случаются затупы, все равно очень спокойно они к этому относятся, готовы всегда, если что-то они говорят непонятное, объяснить. Все очень позитивно относятся к русским, на удивление, что-то... О, вы из России, все очень удивляются, что так далеко, сюда забрались, то, что еще и на японском говорят. Очень понравилось то, что японцы, они всегда готовы поддержать любой разговор, то есть вот этот вот, говори с тобой как-то поддержать разговор, чтобы он просто не обрывался. То есть, я думаю, что все, по-моему, это все одинаковые лет, которые мы Flying for Japan, которые просто американцы, которые хотят перенести на ухо в мире, вот они такие вещи, которые хотят жить в мире, где они хотят жить в мире? Да, конечно. Для будущего, как можно жить в мире, наверно, еще можно жить в мире. О, что я разображу? В мире много казалось, что я все очень вкусно. Мы начинаем работать за日本, и я не могу никак не научиться. Вы также занимаетесь по–каким, надеюсь, что я буду участвовать в интернете? У меня есть место. Да, я продолжаю. Когда вы учёте в школу? Когда я учила с МЕКСТ, проигрывал в России наступление. И когда мы учили в СМЕКСТ, мы имели участие и наступление в России. Я родился в Россию, и я работал в Россию. И я работал в Россию. А, я работал в Россию? Да, я работал в Россию. Все это все. Все это все. Девочки, как вы? Я бы, наверное, не хотела жить в Японии. Мне очень нравится эта страна, несмотря на то, что я здесь всего пару месяцев. У меня большая семья, которая раскинута на всю Россию. И уехать было бы тяжело. Возможно, мы никогда не знаем, как повернется жизнь. Возможно, я выйду замуж за японца. Возможно, ты возможности не оставляешь. Но если мне, например, так получится, что я устроюсь здесь на хорошую работу, то или я действительно просто сумасшедшим люблюсь японца. Возможно, я сюда переезду. В России я учусь в Россию. Поэтому в будущем я хочу вернуться в Японию. Но я не знаю, что я хочу жить в Москве. Я хочу Henness, что она очень неприятно. Я бы, наверное, прервал меня под А я очень-очень красивая краска. Они их укладывают, или, я не знаю, может это генетика какая-то Едет в метро, мы едем, японцы все, у них там что-то на голове Даже японский сэнсэй в России, вот он уже такой достаточно взрослый человек, у него волосы седые Но я клянусь, он у нас на всем факультете был известен, как человек с самыми красивыми волосами вообще во всем университете Вы говорили, что это в日本-другом, где вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете Ну, в России ты постоянно в институте на стрессе Да, потому что ты чувствуешь напряжение постоянно, что, блин, ну вот я сейчас завалю сессию, и все, и меня отчислят И военкомат Да, парням еще самое страшное, и военкомат меня уже ждет Ну, а в Японии это как-то без напряга, что ли, то есть все получают удовольствие от этих лет А в России, ну, в России мы тоже, я наслаждаюсь своей студенческой жизнью, но все равно во время сессии, ну, это жуткий стресс Я, мне кажется, сидею потихоньку во время сессии Правда Она посвободнее, чем в российском университете, такое ощущение, как будто больше дает каких-то практических заданий И больше взаимодействия, чтобы было между студентами То есть то интервью какое-то провести, то просто вместе со своими одногруппниками, всеми с кем ты занимаешься, обсудить какой-то вопрос В России ты как-то больше, ты сам с собой учишься, занимаешься, за счет этого действительно как-то больше интереса появляется к учебному процессу Наша пара, как правило, начинается в час Ооо Вот, и иногда в час Вот, и иногда в час Вот, а в России я училась с 8 утра Ооо Вот, и еще я училась просто за... очень далеко Да, мне кажется. Да, все очень интересные рассказы. Люди попал сюда. Я верлю к вам еще и опять. У меня еще с ним. И я думаю, что я забудь верить с нами. Поэтому я хочу голосовать рейсерам. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok